привет друзья меня зовут олег герд я иллюстратор и в этом видео я расскажу и покажу как я рисовал иллюстрацию с осьминогом да да если вы смотрите мой канал то наверняка уже видели как я уже рисовал осьминога но дело в том что заказчик обратился ко мне с просьбой нарисовать еще одну версию осьминога и так погнали вот такой скетч я согласовал заказчиком меня просили сделать немного более элегантные до щупальца осьминога предыдущей версии осьминога они были более толстые более такие декоративные что ли они заполняли так и все место на этикетке у этой версии осьминога и щупальца гораздо тоньше и их больше я начал с того что начал рисовать сразу основу одним цветом потому что как я уже считал что я уже рисовал осьминога зачем мне рисовать дополнительно детализированный скетч но я понял что ошибся и скетч будет совсем не лишним и начал в отдельном слое рисовать и белым светом собственно более проработанный эскиз то есть я сразу смотрел где будет располагаться присоски да на щупальцах у осьминога то что правильно расположить их очень важно не нужно их делать просто грубо говоря да сверху или снизу они тоже должны изгибаться вместе с щупальцем и краски для этого я и начал делать более проработанный скетч на этом этапе кстати я не могу вносить некоторые изменения до уже утвержденный скетч незначительно разумеется изменения чтобы это не кардинально что-то изменялось какие-то просто детали да где-то щупальца чуть-чуть больше завернулась где-то меньше где-то чуть-чуть и его исказил чтобы она немножко плавнее было это вот линии изгиба щупальца если вы не смотрели видео на моем канале с предыдущей версии так осьминога да он называется кракен то я поясню здесь по задумке да осьминог должен держать своих щупальцах фрукты это апельсин и киви и вот когда я закончу собственно прорабатывать детальный скетч я сделал этот слой это с эскизом более прозрачным чтобы не отвлекаться и начал дорисовывать основу одним цветом некоторые щупальца я рисую в отдельных слоях что было потом удобнее с ними работать при рисовании щупальц в разных слоях и иногда делаю разные слои прозрачнее чтобы как раз таки видеть где лучше стереть потому что рисую в один цвет и понятно что где-то я не могу не увидеть где кончается мой слой да где перестал использовать кисти перестал рисовать эта иллюстрация будет использоваться для этикетки крафтового пива это будет серия вы можете посмотреть также как я рисовал этикетку с пираньями и с акулой вот кстати с такой скоростью я рисую здесь я не ускорял видео вот именно так и рис медленно не спеша неторопливо до прорабатывая каждую линию стирая дорисовывая пробуя разные разные варианты на самом деле на всю иллюстрацию надрисовку иллюстрации у меня ушло порядка 10 часов так что давайте ускоряться чтобы это не было так грустно и скучно и долго вот так я прохожу по всем слоям с основой до тела моего осьминога то есть я рисую там присоски ластиком да как бы стирая в этой основе прорабатываю более ровные где-то линии более плавные то есть по всей по всей иллюстрации я прохожу вот ластиком это наверное тоже можно назвать лайном да но как бы я пользуюсь ластик но тем не на просвет ну что у меня на фоне до бэкграунд у меня черного цвета это выглядит как контур как обводка поэтому наверное можно так и назвать line с небольшим допущением и разумеется также я нарисовал в отдельных слоях основу для фруктов для апельсина и киви следующий этап когда я закончил да собственно с основой я уже делаю маску слоя в том слое где буду рисовать используя свои кисти свои текстурные кисти начинаю делать объем у моего осьминога характерной особенностью данной техники мне кажется то что я использую и в ластике тоже абсолютно такую же кисть как и собственно в кисти разумеется когда рисуешь объем в иллюстрации всегда нужно помнить как располагать свет да и тени рефлексы и блики на каких-то объектах для этого не поленитесь обязательно смотрите какие-то уроки на эти темы либо смотрите на предметы которые вас окружают этого вполне в принципе достаточно понятно как ведет себя свет на тех или иных предметах ну и понятно да все таки я не 3d рендер который четко делает как в реальности свет да и тень себя ведет я все-таки иллюстратор да я придумываю какие-то вещь поэтому здесь условности допущения конечно же допустимы кстати ребят я хочу запустить новый формат напишите в комментариях интересно вам или нет какие-то делать обзоры на ваши работы на ваши иллюстрации если вам интересно присылайте мне на почту почта будет в описании к этому видео вашу иллюстрацию и обязательно в теме письма напишите на разбор и когда соберется достаточно количество ваших иллюстраций я постараюсь сделать какой-то разбор да с вашими иллюстрациями разумеется это будет сугубо мое личное мнение я ни в коем случае не хочу кого-то обидеть уж поверьте это возможно даст вам какой-то новый взгляд да на ваши работы и возможно поможет вам в развитии ваших каких-то навыков так что давайте попробуем и посмотрим что с этого получится и конечно же не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал если еще не подписаны и нажать на колокол и так следующий этап после того как я сделал объем да у моего осьминога я уже начал дорабатывать его дорабатывать объем вернее я сделал новый слой используя clipping mask это я зажимаю кнопку alt и делаю новый слой дано с слоем с телом даст над слоем основы и как бы вкладываю его а в тот слой за счет этого я могу рисовать что-то и не боясь что что-то вылезет за пределы моего ниже лежащего слоя и вот в этом новом слое я уже делаю освещенную часть конечно же с помощью моих кистей я беру более светлый оттенок основы до тела осьминога и прохожу по тем местам где мне кажется располагается освещенная какая-то область мне очень нравится именно этот этап рисования прям такой кайф когда ты видишь что иллюстрация была которая до этого более-менее плоская начинает обретать какой-то объем вырисовываться это очень приятно и кстати и когда я рисую я очень часто слушаю какие-то подкасты или интервью или аудиокниги что позволяет мне одновременно более быть усидчивым да потому что ты слушай какую-то историю какое-то интервью и ты увлекаешься этим да и гораздо проще тебе что ли сидеть на месте нежели если ты слушал просто музыку по крайней у меня это так работает не знаю как у вас когда я нарисовал в эту вот освещенную часть у осьминога я сделал еще один слой с более светлым оттенком чем использовал до этого и еще раз прошелся по каким-то местам выделяя еще сильнее до отдельные какие-то части осьминога важно кстати отметить что я использую не просто тот же самый цвет да немножко светлее но чуть-чуть другой оттенок допустим беру его чуть более теплее более желтым это позволяет сделать более живую иллюстрацию нежели если вы просто использовали один тот же цвет но делали просто светлее или темнее так что обязательно добавляйте какие-то оттенки в освещенную часть и в теневую да это придаст более живописности что ли в вашей иллюстрации еще по такому же принципу я сделал еще несколько слоев и добавил там и бликов следующим этапом я сделал еще один слой опять-таки используя clipping mask но уже выбрал цвет холодный такой до бирюзово-голубой и сделал такую как бы контур вы подсветку как будто бы снизу что-то подсвечивает его как вы уже знаете я очень часто использую этот прием и мне кажется он еще сильнее усилит выразительность иллюстрации вы могли заметить что я очень часто отдаляю иллюстрацию приближаю это уже движение доведено до автоматизма зачем я так делаю потому что когда рисуете что-то да и у вас изображение все время в одинаковом масштабе а все время перед глазами ваш глаз замыливается тем самым вы как бы можете некоторые вещи не видеть да не видите объектив не видеть всю картину целиком поэтому я периодически отдаляю до чтобы глаза немножко переключились переключился этот масштаб и уже виде какие-то места проблемные до начинают дорабатывать их и добавлять детализацию или блики или наоборот затемнять какие-то участки как видите у меня в иллюстрации появилась такая лента внизу осьминога да на ней будет как раз таки название этого пива крафтового пива и сбоку вот такой наподобие щита что-то там тоже будет техническая информация заказчик попросил мне нарисовать это в отдельных слоях чтобы можно было использовать иллюстрацию как с ними так и без них их я тоже рисовал по абсолютно такому же принципу то сделал основу делал какую-то маску до прорабатывал объем добавлял блики и затемненные участки и тому подобные рефлекс разница тоже далее работаем с фоном чтобы фон не был просто чисто черного цвета я выбираю свою кисть текстурную кисть стоящую из маленьких маленьких точечек и в отдельном слое начинаю закрашивать всю область вокруг моего осьминога закрашиваю я не плотно да то есть чтобы просматривался весь фон чтобы не потерять этого текстурность да и зыбкость всего пространства далее я стираю да по контуру те места где у меня залезла залез этот слой да на тело осьминога и далее я опять-таки делаю маску этого слоя и прохожу-прохожу этой кисти чтобы остались мельчайшие мельчайшие какие-то точечки чтобы затемнить его данность но оставить эту текстуру следующим этапом я сделал узор на теле моего осьминога и не забыл там разместить букву с это один из символов до этой пивоварни и далее конечно же я дорисовал фрукты которые держат своих щебальцах осьминог абсолютно по такому же принципу тоже объем цвет и все такое вот таким образом я и рисовал эту иллюстрацию обычно рисую по вечерам маленький лайфхак я стараюсь никогда не отправлять иллюстрацию да то что я нарисовал вечером закачку всегда стараюсь посмотреть утром на нее свежим взглядом потому что зачастую какие-то вещи мы немножко не замечаем нужно немножко пожить с этим да взглянуть по-новому на свою работу да что-то может быть доделать дорисовать и же тогда с чистой совестью отправлять ее и получать какие-то либо восторженные отзывы либо комментарии где нужно сделать какие-то правки что друзья вот такая иллюстрация получилось в итоге надеюсь вам понравилось смотреть весь процесс рисования этой иллюстрации если у вас остались какие-то вопросы по фотошопу или по иллюстрации вообще коммерческой целом не стесняйтесь пишите мне комментариях я с удовольствием отвечу на каждый ваш вопрос и что же комменты лайки туда и всем пока